друзья решила записать подкаст на тему детоксикации синдрома жильбера чтобы снять все вопросы чтобы вы не беспокоились и не думали я конечно прекрасно понимаю что когда иногда я пишу что есть один механизм детокса потом вступать 2 если один не работает и что вот это вот можно вот это вот нельзя мне-то самой все это понятно но по не прекрасно понимаю что вы можете запутаться поэтому решила записать подкаст те люди у которых есть синдром жильбера напомню что это такое это когда тормозится вторая фаза детоксикации в процессе глюкоронидации и билирубин который должен отрабатываться печенью он не до конца и недостаточно отрабатывается и мы его видим в общем-то в крови как повышен до при повышенный билирубин он является достаточно токсичным веществом вызывает и зуд пожелтение кожи ну и некоторые неприятные такие истории ну то есть мы понимаем что люди синдром жильбера это люди со слабой глюкоронидации это не значит что они какие-то ненормальные или какие-то не такие но у них просто слабо идет глюкоронидации они должны об этом знать и нивелировать этот процесс глюкоронидации как это делать я даю это на курсе учусь здоровью мы там все разбираем даю схемы чтобы вы могли сами нивелировать этот синдром так вот но у нас помимо синдрома жильбера есть еще различные различные мутации о которых мы вообще даже с вами не знаем и не подозреваем и вот одна из них например до реакция транссульфатации она может быть генетически слабый также как и у людей синдром жильбера например или например мутации фалатного цикла когда у женщины эстрогены отрабатываются не по правильному пути мы это знаете когда с вами узнаем когда у нас какие-то появляются либо симптомы либо уже диагноза например по-женски до мастопатия миома эндометриоз кисты и так далее то есть мы когда уже понимаем что симптоматика есть начинаем что-то думать решать проблему и так далее и в целом вот одна одно из проявлений симптоматики до непереносимость лука и чеснока вот если она есть то мы можем заподозрить у себя слабую сульфатацию слабую она может быть генетически слабая может быть из-за нагрузки на печень ослабиться и в этом случае мы что мы должны принять этот сигнал мы про мы не говорим о том что нельзя есть лук и чеснок да мы на время их уберем но мы с вами должны этот сигнал от тела от организма принять и понять что нам нужно помочь своей печени улучшить состояние работы детокса детокс в целом это не питье там соков и так далее да такое слово которое раскручено детоксикация в печени это процесс преобразования всех вредных веществ для нашего организма в том числе тех веществ которые образуются в нас с вами внутри например там аммиак тот же самый билирубин и так далее и тех веществ которые поступают извне когда мы с вами кушаем еду например там не посмотрели не прочитали этикетки колбаски с нитратами какой наелись или еще что-нибудь то есть это все называется процессом детоксикации то есть наша печень на разных этапах разными способами мы разными способами переводят эти вредные для нас вещества в безвредные и в итоге выводит их так вот вот эти вот маленькие сигнал о которых я вам говорю это значит повод задуматься и улучшить свою детоксикацию это конечно процесс такой многоступенчатый комплексный не просто там попили соки попили расторовшу в апель артишок и так далее тут огромное количество мероприятий о которых мы как раз говорим на курсе учусь здоровью мы там много чего делаем начиная с самого начала самых базовых основ заканчивая какими-то схемами у кого какая проблема и как ее решать вот поэтому если у вас есть непереносимость там лука чеснока это сигнальчик для вашего организма или например если у вас есть какие-то женские проблемы миома мастопатия и так далее то тоже сигнал уже конкретный уже ваш организм в колокола бьет о том чтобы вы посмотрели в сторону печени если у вас есть проблемы с щитовидной железой это тоже сигнал о том что нужно посмотреть в сторону печени потому что перевод гормона т3 это 4 в т3 происходит в печени если у вас есть проблемы на коже пигментные пятна акне либо еще какие-то проблемы тоже нужно посмотреть на печень и еще на кишечник именно поэтому у меня на курсе учу здоровью делается огромный акцент на работу кишечника и на работу печени вот поэтому слушайте внимательно сигналы своего организма и вовремя помогайте ему